Здравствуйте, я тоже Евгений, и сегодня мы поговорим про создание кластера. Во-первых, что такое кластер? Зачем он нужен? Какие бывают кластеры? Кластер — это несколько компьютеров, объединенных как-то логически в единую некоторую структуру. Они различаются по применению, по применению и по принципу использования. Обычно во всяких интернетах используются Type Availability. Кластер — это какой-нибудь важный сайт, и он должен постоянно быть онлайн, даже если компьютер, на котором сайт встретится, неожиданно умен. Их объединяют в кластеры, ставят в средний профси, и компьютеры можно совершенно независимо вытаскивать из стойки, обдрейдить, затаскивать обратно, а юзеры будут продолжать ходить на сайт. Вот мы входим в ВКонтакте, и там, в принципе, мы не видим своего сервера в Грейде, потому что там кластер. Собственно, первый объединяется со вторым, но это тот прокси, который стоит перед кластером, он как раз занимается выбором того компьютера, который работает, и который может обслужить запрос и менее всего занят. Грейд — это даже почти не кластер, это просто несколько компьютеров, которые могут быть раскиданы географически очень далеко, но считать общую задачу — это любительские проекты, когда какой-нибудь компьютер простаивает, и он подключается к серверу, берет задание, и греет квартиру, считает каких-нибудь, там, ищет внеземной разум или собирает тупки. Про это можно почитать, эта греет система тоже довольно интересно. Мы сегодня говорим про вот эти вот high-performance кластеры — это для всяких научных расчетов. Для них не требуется постоянная доступность, их можно вырубать, ну, как вырубать, чтобы результаты вычислений, конечно, не пропали, но в целом, если там кластер станет на один компьютер меньше, это может быть в Андрейде, но неважно. Самое важное — это чтобы они быстро считали и быстро с другом общались. Эти все компьютеры объединенные в сети. Ну, в общем, это нечто, что есть у нас в университете. Один взятый небольшой кластер, один взятый в небольшом университете. Он у нас на серверах фирмы Hewlett-Buckert, но, в принципе, это неважно. Я их назвал «Анс», главный узел назвал «Квин». И, собственно, «Анс» не имеет доступа вообще к интернету и не имеет доступа… То есть пользователь не может дойти на каждый из этих антов, потому как… Ну, я объясню, почему. Пользователь заходит на главный узел через интернет или через локальную сеть, отсюда, логиниться на него, у него здесь пароль, у него есть домашний каталог, который может лежать или здесь, или на хранилке рядом, и дает задание вот этим узлам, кластерам, кластеру для подсчета. Кластер задание выполняет, кладет обратно в хранилку, и человек забирает уже эти файлы обратно в интернет. Да, но поехали. Нам надо создать этот кластер, и для этого нам нужно несколько всяких технологий. Они, скорее всего, вам известны, поэтому я быстро про них пробегусь. В PXE – это… у нас есть сетевая карточка, с картами из этих маленьких нот. Сетевая карточка висит на шине PCI. В курсе шины PCI умеют адресовать свое пространство так, чтобы главный загрузчик компьютера мог сначала загрузить пилд сетевой карточки. И вы часто можете при включении компьютера и видеть, что пытается загрузиться по протоколу PXE, сетевушка, взять у кого-нибудь свой IP-адрес, скачать какие-то файлы. Большинство современных сетевых карт это умеют делать, соответственно, одна из идей нашего кластера как раз и была возможность загрузки по сети. Потому что администрировать карты из этих плотнов, выходить на карты, логиниться на карты из манчестеров, чтобы обновлять операционку, это было неприкольно. Поэтому мы на головной ноде подняли PXE сервер, куда положили ядро, положили rampist, положили корневой раздел нашего линукса. И просто, когда андреи начали грузиться, они начинают выбирать свои данные в главной ноде. Это один физический ком, на котором крутят два сервера. Стивушка сначала берет IP-адрес и сообщает. В запросе там же лежит... То есть в ответе там же лежит файл, которому нужно качать PTP сервера. Он качает загрузчик, бутлоудер с конфигом. Бутлоудер возвращается, в конфиге лежит адрес термода и rampdisk, и, соответственно, у нас есть начальная загрузка линукса. Ну да. В общем, если вот так оставить, то у нас загрузится ядро, загрузится rampdisk, а потом все запаникует, потому что у нас нет корневого отдела. Самое главное, где лежит операционная система Debe. Для этого нам нужно поднять еще NFS-сервер. А, да, ну это конфиг, собственно. Да, это просто я показываю примерно, как он может быть настроен PTP-сервер. То есть вот все наши анты перечислены здесь, их много, у нас 18 штук, может быть больше, может быть меньше, добавлять легко. Дается им хостнейм, привязывается хостнейм к MAC-адресу, и всем им дается вот этот самый начальный загрузчик для протокола PXE. Да. Тут, наверное, тоже все понятно, кусочек конфига, когда в неделе лежит у нас FTP-сервер. Все знают, что такое TFTP? Ну да, это, в общем, у нас есть FTP-шники, а есть TFTP — это trivial FTP-сервер, который примитивный, раздает быстро свои какие-то файлы без всяких авторизаций. И BIOS с сетевой карточкой обычно очень маленький, туда влезает неполноценная операционная система с FTP-клиентом, там висит прошивочка примитивная, которая умеет только, даже, по-моему, не использовать SCP, а по ODP забирать нужные файлы, пласть их в нужное место оперативки и делать туда жанры. Ну, то есть запускать этот вход. Да. Ну, вот это, собственно, строчка нашего загрузчика. И PXE Linux — это тоже довольно-таки известный, популярный проект для загрузки по сети. Вот у нас, например, для загрузки свинчестера есть Grab или Lilo, а для загрузки по сети у нас есть PXE Linux. Бинарный такой. Вот он качает себе конфиг. В конфиге лежат параметры загрузки ядра, которые он в ядру и передает. Да. Теперь создаем нашу, собственно, нашу корневую файловую систему. Это большое шоманство. Выяснилось как. Потому что заставить Debian работать в Донли, наш корневарь отдел дороги в Донли. Понятно почему. Крайне сложно. Но, в общем, через несколько дней такого шоманства у нас это получилось. По сути, все, куда хочет писать Debian, находится здесь. Их приходилось эти разделы монтировать в TMP, ну, то есть в оперативную память. Потому что все сервисы без этого ругались, что, ой, у меня логи не пишутся, он мне там EFCP не отдается, он мне там эксперимент не поднимается. И, в общем, эта шоманство, она подбиралась экспериментальным путем именно для заточки при Донли корневого раздела Debian. Ну, в Гугле, в принципе, так искать и надо. Как заставить сервисовную систему работать в режиме только для чтения, когда у тебя есть ум на запись только и TMP на запись. Все остальное только для чтения. Debian Strap — это проект, не знаю, как сказать, набор с киптом, тоже довольно-таки знаменитый как раз для такой ленивой скачки и создания операционной системы Debian. То есть мы заходим, создаем каталог на сервере, заходим в этот каталог, пишем одну команду, идем полчаса, и у нас вот тут готова система Debian, в которую можно зайти с помощью команды Debian, будет сконфигурировать интерфейсы, дать рутовый пароль, и у нас есть некоторый образ слепок, готовый для работы. И этот слепок осталось только по протоколу NFS передать всем нодам. Соответственно, все, что осталось, я это пропустил, это не скучно. В общем, на Queen у нас поднят NFS сервер, на всех нодах у нас поднят NFS клиенты, которые монтируют себе в ReadOnly корневой раздел, Home — в ReadOnly, в Redrite, и там какая-нибудь у нас есть хранилка, или не одна хранилка, которая тоже к NFS подцепляется, потому что Home у нас маленький, а хранилок у нас тербать 40. Все у нас вроде поднялось, запустилось, но почему-то как-то оказывается, что логины пользователям создавать на этих всех нодах сложно, потому что не совпадает user ID, и если мы монтируем этот Home, то права нарушаются. И получается, что юзеры не могут свои фазы с ними работать, а с чужими как раз работает в TEMO. Соответственно, должен быть общий знаменатель для юзеров на головной ноде и для юзеров на самом кластере. Но вот известно всем боя на UNTAG, который этим всем и занимается. Во-первых, он занимается активизацией, у нас единый пароль и на головной ноде, и на UNTAG, и занимается как раз резолвингом имен, которые тоже могут храниться в UNTAG каталоге. В результате очень грустно, но пользователи ссорятся. Да, в общем, не любим каляву, когда создали кластер, поняли, что прикольно, его почти не надо никак обменить, потому что добавить узел в кластер — это его хатнуть в стойку, прописать его в Macadre с риме и прописать еще в паре конфигов его ну, кто он такой. ничего не надо делать, никаких профессионок на нем не надо развертывать. Максимум, что можно еще автоматировать его жесткий диск, XFS, чтобы там два файловой системы таймпай. Соответственно, добавление и удаление узла — это дело 5-ти минут. Обновлять ось тоже, как вы понимаете, все очень легко, потому что образ файловой системы лежит у нас на головной ноде. мы можем на него зайти, поменять конфиг, делать upgrade, поставить новую софтину. Есть некоторые посетила в этом моменте. Монтейнеры Debian очень любят в момент установки пакета, например, проверить, запущен ли демон. А мы находимся в чру-то окружении. Все наши, кстати, что это происходит? Естественно, у нас не подмонтирован Proc, не подмонтирован Sys, и вообще ничего не подмонтировано, и обычно установщик сильно ругается. А это значит нужно установить по факту, обходить с костелями, или же, например, временно подмонтировать опрос, установить софтину, а потом отмонтировать. Тоже работает. Но в 90% случаев, когда нужно просто установить какую-либо библиотеку, никаких костелей не нужно, дворим трут и делаем install. Есть еще такая программка дсх distributed shell это такая оболочка для такого множественного SSH на силу без фразы. Мы в конфиге прописываем имена узлов, и потом можем, например, dsh а это all или не помню. параметры, что запускаем асинхронно на всех доступных узлах в какую-нибудь команду. Например, с помощью dsh можем сказать сервис рестарт сразу на всех нодах. Или reboot если что-то заглющило, можно сразу с помощью dsh на ноды сделать reboot. кластер подняли, пользователи ждут когда можно пользоваться и нужно как-то пускать или не пускать чтобы они друг другу не трогали ресурсы и вообще чтобы мы могли следить за тем, что происходит на кластере. Но первый способ это просто логинить на каждую ноду это ssh ну ssh понятно плюс еще есть проблема с безопасностью и вообще как-то не очень нужно пускать на каждую из нод человека потому что например, где у нас ноды там больше оперативки стоят 40 гигабайтов и все хотят читать на этих нодах и один какой-нибудь самый умный занял эту ноду а всем остальным что делать? поэтому ssh конечно у нас включен но мы рекомендуем им не пользоваться и в уважающих себя кластерах на ноды можно заходить только в руту или вообще выключить ssh в принципе заходить только через разные другие бирки OpenMPI это библиотечка и набор команд как раз для того, чтобы запускать задачи на кластере вы можете про них почитать пишем специальным образом приложение линкуем ее с OpenMPI потом с помощью команды API Run можем продать его кулпам это клево новый MPI мало что умеет и вообще это довольно-таки узкая задача это занимается самим кодом определенным вычислениями а нам нужно еще кроме вычислений следить за тем кто считается как считается когда считается и написано было очень много всяких планировщиков задач которыми мы будем пользоваться их плюсы тут помечены мы можем разрешать пользователям заходить через планировщик запрещать ставить входы смотреть кто что занял у нас периодически в рассылке всякие трачи происходит а так можно сразу видеть что команда какая-нибудь что вот этот юзер негодяй много всяких планировщиков большие проекты есть бесплатные русские московские есть планировщики и как называть менеджер ресурсов которые еще красиво на графиках показывают что занято что не занято но в общем был выбран слерм как нечто такое латайская одинка не очень сложная легко поставить что еще по нему сказать она была симпатичная и самое главное легко пользоваться не надо ничего учить две команды и мы пользуемся сперм да еще она консульс да ну вот некоторые примеры работы с кластером как это происходит у нас есть простая команда SRAM SRAM и можно например на трех нотах выполнить команду холстный и он рандомно или не рандомно как он сам решит выберет три ноты следующий раз это могут быть другие три ноды никто не обещает если мы хотим именно эти ноды мы можем сказать хочу эти ноды вот если мы хотим именно эти ноды но считать сейчас не хотим мы можем сказать allocate нам эти ноды планировщик выделит после чего уже можем не торопясь на них загружать задачи но вот тут показан пример когда я например превысил количество нод я запустил задачу на десяти нодах потом запустил на восьми нодах всего их например восемнадцать а потом захотел еще на трех нодах запустить задачу и меня SRAM послал он сказал что ваша задача поставлена в очередь потому что там два ноды считаются и вот показал мне с помощью команды SRAM что вот все восемнадцать нод за allocation то есть они заняты и вот моя задача стояла в очереди пока у нас задача и ну да всякие графические моды есть для этого в принципе можно свое написать вот это есть в комплекте идет такая средняя большая штука но если кто не может жить без графики вот есть такие штуки есть логины которые там более продвинутые есть какие-то вверхморды для этого ферма которые тоже показывают например на сайте можно посмотреть эти механики и увидеть какие значи замка без доступа к консоли ну типа вот вечером думаешь посчитать что-нибудь или не посчитать логиниться на головной модулей а тут заход зашел на сайт с помощью браузера увидел что там что-то свободное и пошел и твой ремонт да но в принципе мы таким не пользуемся не знаю почему мы пользуемся мониторингом в Англии такая кластерная программка такой сервис стоит на головной ноде стоит на всех степестепенных и показывает красивыми графиками сколько у нас чего занято ну вот например это стандартный день в нашем кластере простаивает вот вот эти первые два не простаивают у них много оперативки и на них вертится консоль а все остальные простаивают можно и колокейтить и на них считать всякие там графики интересные есть сколько он вез сколько у него там его ну в общем стандартный мониторинг для компьютера ну много таких программ начинает мртг заканчивают гандли муни мы выбрали это на базе как заточен пап кластер да собственно бывает такая проблема очень часто в бюджетных организациях когда декабрь деньги есть и очень сильно обижается бюджет когда деньги возвращаются обратно их надо освоить это конечно круто потому что можно купить всяких игрушек они будут лично твои но ты можешь с ними возиться ну infinite это самое крутое вложение связь которое можно придумать это высокоскоростной сетевой протокол надо связь у нас есть Ethernet а есть infinite Ethernet это не круто он 1-2 гигабита сейчас появились 10-габитные Ethernet но медный Ethernet это не очень высокие задержки в Ethernet часто все ложится на плечи центрального процессора несмотря на наличие режима и в общем Ethernet для кластера это не очень круто и лучше им не пользоваться даже если большая скорость все равно есть большие задержки вот был запрещен он поддерживается кучей производителей поддерживается им имеют кучу всяких вкусных фич например продума перемуты когда мы можем специальным образом написать программу которая будет пользоваться не брендом и например пересылать пакеты не просто на нужный узел который нам а в нужный кусок оперативки у нас получается что мы можем пользоваться оперативкой соседнего компа а соседний комп может забрать оттуда режим оперативки и обработать и это открывает очень крутые возможности если этим заморочиться например создать настоящую определенную операционную систему которая будет видеться как один большой комп на котором 18 процессоров там сколько-то терапайтов оперативки и на нем запустить один какой-нибудь минус который будет сильно один и это все как раз благодаря вот этим самым ремут дыма вот но этим на доме пользоваться уметь отсылать патограммы и модифицировать свой стол если день можно поднять IP over IPB драйвер который будет позволять поверх этого интерфейса присылать IP пакеты для халявщиков у нас 40 мегабит никуда не делись задержка тоже низкая и можем стандартно пересылать сетевые пакетики между приложениями и пользоваться дальше всякими видами MPI и так далее да можно он умный можно не обязательно двигать колец например если делать вот такое кольцо то все умрет ну потому что пакеты начнут эвакуировать и если выключен протокол там стп стп спалинг 3 в общем можно получить лежащую сеть потому что какой-то приколист в каком-то кабинете пробовать в одну в одну дверку и рядом в другую все легло тут такого не будет есть название F3 свечи и узлы сами видят что у нас появился второй проводок давайте его тоже использовать и сам делает такой фондинг для этих проводов и у нас получается не 40 гбитров там есть а 80 можно как угодно соединять всякими интерконектами нашу сеть и она будет только кухнуть и максимально эффективно увеличивать свою скорость ну вот нечто такое у нас получилось это картинка из интернета она не наша я ее гуглил но у нас в принципе абсолютно все то же самое на текущий момент да у нас не сам нас будет то есть вот наши ноды синенькая это Ethernet идет гигабитный свеч красненькая это идет Финникоин сейчас есть идея отказаться от синенького и перейти только на красненькое на текущий момент у нас ноды грузятся и получают задания по синенькому то есть вот главная нода ну планируется апдрейс но в главной ноде тоже примет Финникоин подключаться к этому свечу красненькая свеча красненькая свеча он одноюнитовый то есть он выглядит как обыкновенная свеча просто там порядка не 48 порядка сорока портов и ну наверное пару миллионов стоит да они таких денег обычно да второе куда можно уложить деньги это всякие системы удаленного администрирования мониторинга это не совсем пластырная штука это вообще для всяких серверов кто не в курсе кто занимается этим всем кто не занимается вообще-то это реклама фьюлита Adele вот да это в общем кто знает штука по названию IPKVM серверная может быть далеко надо брать ключ в серверной холодно можно удаленно поднять специальный интерфейс он обычно в дорогих серверах ну не дорогих не самых дешевых он уже встроенный это отдельная микросхемка которая торчит на руку с отдельным интернет-портом имеет свой веб сервер и позволяет этим серверам как-то рулить там включать включать его потом ну смотреть что происходит на экране монтируйте сошники и можно удаленно ставить теперь сонку конкурирующих конкурирующих всяких таких систем удаленного мониторинга много по сути карты производитель делает что-то свое ну вот у нас такое вот сейчас купили Dell теперь у нас такое IPMI тоже очень полезная вещь если мы хотим чтобы кластер был здоровый обратите внимание на эту аббревиатуру это вот собственно все вот эти чуваки договорились а давайте сделаем единый такой бинарный интерфейс для того чтобы можно было обращивать наши узлы на предмет их перегрева ну нечто типа SNMP но только менее гибкое и более user-friendly то есть можем взять IPMI-клиент программку и этой программкой просканировать температуру всех узлов и это будет работать даже если операционка выключена даже если она повисла даже если она вообще ничего не умеет даже если мы запустим DOS все равно у нас это все будет работать и мы можем смотреть там живо ли свинчестер например без всяких смарт то есть вам хочется очередной апгрейд был добавили тесты все знают не знаю что про это сказать короче появились 4 видеокарты которые когда-то на них майнились биткоины потом расстаивают сейчас уже смысла нет также можно в турне их прописать и пользователь будет так же вставать в очередь чтобы посчитать что-то на видеокарте в принципе видеокарта позволяет считать нескольким пользователям одновременно но сильно проседает при задействии потому что это выгружать загружать а когда один пользователь занял карточку и за этим следили чем два пользователя удраться за ресурсом у нас одинарная точность современные тесты к 20 имеют двойную точность и в общем прирост бывает сотню раз по всяким специальным параллельным задачам начисления и лучше может быть писать программки под GPU это не так сложно это мозг ломается не сильно это тоже кластер вопрос меня очень интересует список играет по оборудованию список ураган чего я выбор оборудов то есть список ураган всего что урагается разумно в муке разумно интересно что ураган выиграть 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 практически все это гейм-мойния работают на оборот кредикатов но наши приведи и или я могу дописывать сначала на второй вопрос отвечу можно дописывать он по-моему мало того что офенсорсный еще у него есть он поддерживает по-моему даже не на си то есть на чем-то а-ля в вашем подобном вообще ул ул у него самый простой скеджулер это он выбирает попавшиеся в списке есть посложнее тоже это можно выбирать например он может смотреть по среднему low-deverage это самые простые выводы но на самом деле мы стараемся гарантировать что все ноды одинаковые поэтому можно просто включить или round robin или random и это будет работать то есть две ноды у нас не одинаковые там больше это российские стоимость гигабайта поэтому приоритет у них понизили он занимает только если все остальные заняты или если только попросят то есть можно я хочу на первой если она занята меня поставят в очередь а если третье занят то он запустит уже на первой хотя мне это не надо вот второй вопрос вы понимаете задачи и поменять каком каком выполняется на статус ввода который выполняется в ноде и каким образом поменять задача это экзешник на всех нотах на головной и на второстепенных смонтирован общий раздел холм холм одинаковый можем на головной ноде написать код и он сразу же появится автоматически на всех нотах сам по себе прозрачным чудесным образом и парамент производительность как оценивается и как тестируется производительность ну производительность это тоже шаманство это для всяких отчетов презентаций журналов обычно берут какой-нибудь синтетический тест для умножения магнесс есть маклаповская либо синтетическая есть и все пользуются для тестирования своего пластера выходит некоторая примерно средняя такая скорость попугая и потом это рисуется в отчете что вот у нас мощный кластер но на самом деле верить этому не надо потому как все зависит от задачи зависит от того самого интернета потому что мы можем в принципе зайти просто на википедию узнать что у данного CPU какая-то производительность умножить на количество CPU и в принципе мы получим теоретическую производительность кластера потом добавим тесты тоже производительность известна умножим на количество видеокартик 4 и получим максимальную теоретическую производительность но такого конечно не будет потому что задачи не все параллелиться хорошо им нужен обмен по сети а там уже всякие так что тестируется но ну чтобы циферки были побольше и если хочу еще вопрос нет я сказал что не одну задачу на другую вот смотрите я создал вот я на трех нотах пустил одну задачу задача хостный и он на трех нотах выполнился вот если вы пользуетесь OpenMPI каким-нибудь то если ваша программка это поддерживает то CERN он MPI совместимый и дает как-то такое император окружения что ли для задачи вашей они могут уже отмениваться с помощью своих месседжей это в общем стандартный кластерный софт как есть либо мы ее линкуем и уже задачи сами разбираются ой какой у меня ID номер и что там делать ID номер 2 и давай-ка пошли на него месседж а месседж может жить и поверх и поверх и вообще это может даже не юзер выбирать а просто конфиг вот этого MPI на данном компе и этот месседж может остаться даже не на соседний комп а на соседнее ядро того же компа например у нас 24 ядра на одной ноде и соответственно можем запускать не по задаче на ноду а по 24 задачи и они сами уже будут между собой договариваться и с точки зрения MPI это будет сколько там 96 задач на одинаковых совершенно равноправных и они даже не будут знать что они у инфиньбэнда одна микро-секунда на передачу одного сообщения одной программы а тут нужно CPU составляет пакет а ему делать нечего как за пакет для эзернета не в курсе короче вот этот называемый для очень большой чтобы нагрузку центрального процессора и заниматься полезными вещами считать задачу в этом он очень хорош внутри намного более простой и это просто набор патограмм у каждого компьютера идти и можно сделать патограмм и вообще это все делается прозрачно для программки знать а если умирают все вычисления вместе с кем умирают или они дожидаются поднятия но на счет того что вычисления не умирают умирает логично доступ к корневому разделу линукс очень странно себя в данном случае везет если умирать главная нода он вешает все ядро просто вешается входит в цикл и начинает ждать пока NFPS корневой раздел поднимется в теории да но почему-то иногда тернул не видит что поднялась видно что логи нота шлет у нас там настроено удаленное логирование и я могу зайти и увидеть что вроде как узел жив он пингуется и шлет логи что а я жду пока мне дадут мой NFS а NFS уже давно входят он все равно ждет есть такой глюк в линуксе и как бы половина ноты поднимаются половина ноты не поднимаются но лучше их все равно ребятнуть и задача запустить заново потому что нарушается когерентность а сколько у вас пользователей пользователей сейчас у человека наверное 10 но у нас просто халявщики не любят писать всякие параллельные вычисления у нас есть другой узел у него считать 4 потока и 1 тарабайт оперативки и все естественно считают на нем потому что халяву можно в 1 поток все запихать тарабайт оперативки все посчитается просто в лоб вот и приходится их как-то заставлять чтобы они ну типа ребята у нас есть 24 там по 24 гига оперативки которые в сумме тоже там пол тарабайта и если вы научитесь этим пользоваться то вам тот вызов будет не менее и поэтому вот сервак старабайт оперативки он периодически загибается там пользователей 30 и программки бывают ну по 50 иглоков они логатят себе ну ДНК собирают собственно вот в основном это все было куплено для сборки белков и ассимилирования ДНК ДНК для лучшего удачи вы сказали что бы не хотели локальную файловную систему устанавливать и так далее но чем обслуживание это решение допустим у нас там там и там ДНК и я увидел что на 20 минут мне нужно ставить ос я ну да можно взять какой-то скрипт авто установки это все решаемо конечно но лень же а потом это же все поддерживать надо винчестеры мрут на них на них полидают ошибки у нас был опыт старый кластер там было всего 5 нот 1 головная 4 второстепенных и там действительно человек на каждый из них поставил какой-то я написал на ваши какие-то связки которые не то что не умею писать почти не умею не писать а он написал скрипты которые логинятся на каждую ноту и ответят что-то устанавливают правиль конфиги вот то есть он даже как-то вроде сделал что он этот конфиг на головной ноте правит потом нажимает кнопку и он уже по всем нотам расходится но это сложно а тут у нас есть один SMPR одной данной системы и мы можем поставить на него программу и она сразу появится на всех нотах автоматически потому что они ремонтировали этот раздел это конечно большая нагрузка на я согласен большая нагрузка на локальную сеть из этого никуда но в целом ну скачает он либо себе в этой России скачать вторую программки типа всякие внутренние программки которые у нас живут обычно BIN каталоги они весит мало а всякие логи и всякие варкэш они у нас смонтированы как временные для того поэтому нагрузка снижена если все равно да не знаю я игрался с XSPS не знаю я игрался с XSPS я да я почитал обзор и понял что это фигня единственно что в XSPS хорошо что он быстро удаляет файлы и быстро чекает свою файлную систему то есть если X3 сотни гигабайт нужно дать там минут 5 или 10 XSPS он чекает он по-моему даже вообще там не чекает а как-то он внутри устроен короче что ему не нужно сканирование всего дерева я так думаю но можете не обобрать как поступить вам на работу? у нас денег не платят все равно ну то есть платят конечно но это больше для души а вот у меня другая тут видите можно деньги есть для покупки железа так бюджетней по классе не сильно много я конечно там вытратился я поступил там в лаборатории и они некое время даже друг друга не знали потому что они меня наняли админом админ есть один тоже кластер сейчас поля выкачается и в общем мы уже ну надо будем думать в общем что делать дальше да узкое место сразу мгновенно было вычислено в езернете собственно мы как сделали мы запускаем одну программу на 8 ядер на локальном компе и 8 ядер на 8 компах и вот эти 8 ядер на 8 компах они ну раз 10 наверное более менее то есть bottomnet который у нас был в езернете вот больше там все быстренько работает и даже S&D что еще вопросы? хорошо спасибо 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 Продолжение следует...